Лето 2023 года. И вопрос, куда поехать отдыхать, наверное, не такой актуальный, как всегда, потому что многие, конечно же, останутся дома. Тем не менее, узнаю сегодня у москвичей, что они думают и планируют ли действительно уезжать куда-то на летний отдых. Куда планируете поехать этим летом? На дачку. Только что приехала с двух отдыхов. Где отдыхали? Была в Эмиратах, а потом была в Питере пять дней. Очень хорошо отдохнула. Ну, наверное, поеду куда-нибудь, типа Крита, пока визы есть, слава богу. Спасибо. Пожалуйста. Сидя дома, уча уроки, либо на даче, на огороде, выращиваю клубничку. Планировали вообще? Может быть, раньше ездили на отдых за границу или куда-то к морю? Ездили, да. Да-да-да, было дело. А сейчас в связи с чем не планируете? В связи с большой загруженностью по учебе, так как практика на производстве, поэтому никак в этом году не получается. На кого вы учитесь, если вы? На инженера. Московского инвестиционного. А, естественно, как и больше. Как планируете провести это лето? Это лето работать. Отдыхать не планируете? В деревню съезжу на неделю за грибами. И все. А так работать. А почему не едете, например, к морю? Как-то изменилось за последнее время? О, знаете, на море я не езжу, потому что не люблю солнце. Ну и все. А так вот работа, дом, работа. По-вашему, идеальный отдых это где? Вот для меня идеальный отдых это в деревне. Когда я приезжаю, огород. Ну, смотря для кого. Кто-то море любит, кто-то деревню, лес. Я, допустим, лес люблю. Ходить за грибами, собирать. Спасибо. На удачу. В Сочи. С грудничками занимаюсь, грудничком плаванием на работе. А отдыхать планируете, если не по работе? Ну, обязательно, да, поеду в Сочи, пока за границей закрыта. Я чемпионка мира по фридайвингу, и я буду погружаться с учениками в Черном море. Раньше Египет, Доминикана, Куба, ну и так далее. Вот. И в Минск еще. У нас жена Минчанка. Я планирую работать, работать и еще раз работать. Отдыхать? Когда? Отдыхать когда-нибудь потом. Сначала работать. С чем это связано? Просто любите работать или вот... Связано с тем, что много новых проектов, хочется их успеть сделать. Да и желаний никакого нет. Я вообще никогда никуда не ездил. Один раз был на море и все. В Крым. Как-то изменились ваши предпочтения в последнее время? Может быть, раньше за границу ездили или нет? Нет. Разменился. Были уже в Крыму? Да. И как? Хорошо, здорово. Нравится? Мне на даче больше нравится. Никуда. Почему? Ну, бедные студенты, денег нет пока что. А куда хотели бы? Вот так вот тогда. Ну, прям классный отдых. Таиланд на Пхукет. Вы что скажете? Я бы не отказалась полететь в Дубай. Вот так вот. Но пока не едете. Но пока не еду, да. Пока что не состоится. Спасибо. Спасибо. Наверное, в родной город. Это какой? Это Омск. У вас предпочтения изменились каким-то образом? Раньше, может, за границу ездили или нет? Ездил. Просто сейчас сложнее стало. До этого был Германия, Нидерланды. Но так как с визами сейчас нынче возникли проблемы, поэтому предпочитаю по России ездить. А вообще, если бы вот сейчас пофантазируем, нет проблем с визами, то куда бы хотели бы поехать? В основном в Германию, там родные живут, поэтому все-таки в Германии предпочтительнее. Спасибо большое. Еще никуда. С чем это связано? С тем, что была в этом году уже на море. Могой раз. Хороший отдых, прям вот отличный, куда хотелось бы вернуться или просто поехать. Это где, по-вашему? В Турции, мне кажется, очень хорошее отношение к клиентам и вообще сервис отличный, я считаю. Я много раз в Турции была, там очень красиво, хорошие отели, хорошо кушать, ну, как бы, хорошее питание, также хорошее проживание, красивые номера, море хорошее, теплое всегда. И очень главное, турки доброжелательные. Они всегда, русских очень любят. И сейчас очень, ну, вот так вот, встречают нас по полной программе. Сейчас некоторые... Ну, вы это вырежете. У нас здесь хорошо. А как вы думаете, некоторые, допустим, ездят в отпуск за границу, там куда-то, там, мечтают об отпуске, например, в Дубае? Ну, каждую свою. Я люблю, мне сходить за грибами. На наш юг. Как-то изменились у вас предпочтения, или всегда выбирали российский юг? Ну, особо далеко не поедешь с детьми. На наш юг. Да, были, там очень грязно, плохо. В общем, лучше кто-то. Ну, в смысле, там, может быть, и где-то есть хорошие места. Ну, да, во-первых, пляжи все как тюлени лежат, один на одном, на другом, вот. Лечь негде позагорать. В Тагестан, кстати, через неделю уезжаю. Ну, это просто туристическая поездка, да? Да, просто туристическая. Не была ни разу, поеду с подружкой. Происходя из того, где вы раньше были, самый классный отдых, это вот где, по-вашему? В Грузии, мне понравилось очень. Спасибо. Спасибо. Планирую, ну, скорее всего, где-нибудь по России. С чем связано? Просто любите места эти? Нет, всегда по России отдыхаю. Сочи, Крым, может быть, в горы, на Урал. Как, что скажете, например, про отдых в Сочи? Вот тут сейчас предыдущий респондент говорил, что прям вот не очень понравилось, очень плохо, грязно там и так далее. Не знаю, мне в России все нравится. Сочи обожаю. Поэтому только по России. Спасибо, спасибо. В Голландию. Очень интересно, почему... Еще до свидания. Наверное, в Липецкой области. Очень интересно, крутой город, а почему? Там природа и хорошие фрукты. Почему именно Липецк? У вас там родственники оттуда или просто там бывали, понравилось? Да, мы там бывали часто, да. А по-вашему, самый лучший отдых это какой? Ну, некоторые говорят, что надо за границу ехать, кто-то по России там, по морям. Ну, море тоже хорошее дело, но сейчас пока трудно там пробиться до моря. Большая там у них конкуренция. Понятно. Спасибо, спасибо. Хорошо, мне понравилось, ладно. Сочи, Краснодар, куда-нибудь туда. Почему выбираете именно по территории России? Просто нравится или... Ну, нравится, на машине планирую поехать, как бы. На машине проще туда поехать. Спасибо. С чем связан выбор? Были там уже или просто хотите... Вот были в Алании, вот последний раз, я говорю, в Турцию. Там, знаете, там просто прекрасные, вот там единый пляж, очень красиво. Ну, в общем, короче, там все для людей. У нас, я не знаю, для кого, извините. А если бы, если пофантазировать, то идеальный отдых это где? Крым, наверное. С чем связан выбор? Были там уже, понравилось? Не был, хочу съездить. Спасибо. На Кавказ. С чем связан выбор? Ну, либо на Кавказе, все курортные места такие приятные, красивые. Например, побережье Черного моря, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан. А куда именно, если не секрет? Думали об этом? Если честно сказать, побережье Черное море. Спасибо. Спасибо большое. Мы не знаем. Не загадываем, не загадываем. В Москве. С чем связано? С отсутствием финансовых возможностей или просто не думали пока все об этом? Пока работаем, зарабатываем. А там, чтобы удастся. Спасибо большое. Спасибо. Ответите? В Грецию. С чем связан выбор? Были там, понравилось? Знакомые очень посоветовали меня. Они были в Афинах, Эликрион, также это остров в Греции. Очень интересно. И из тех мест, где вы уже были, самый классный отдых, это где понравился? Куба. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Не знаю, по России. Почему? С чем связано? Просто хочется по России попутешествовать или так? Ну, страшно, наверное. Можно я пойду? Хорошо. Отдыхать летом? По России. С чем связан выбор? С обстановкой по стране. Спасибо. Никуда, вот в парке. С чем связано это? Просто нравится. Кормить белых птиц. Ну, получать удовольствие. У меня там компания целая. Пенсионеры. Спасибо. Всего хорошего. Я планирую тоже, наверное, поехать отдыхать в парк. В Анапу. С чем связан выбор? Были там нравятся или почему? Ну, выбора особо нет, но были там неплохо. Просто другого выбора нет. Почему? Ну, как почему? В Крым не поедешь, за границу тоже. Все, а что? Ну, а в Анапе хороший климат нам подходит. Да. Вот. Где-то, может быть, кому-то нравится Сочи, Адлер. Но нам просто климат там ближе к Рымскому лучше. Там климат неплохо. Что касается летнего отдыха. А так мы много где бывали. И в Китае, и в Норвегии, и во Франции вообще. В Тунисе, в Египте, везде. На Вальпах тоже отдыхала я, например, когда на горах лыжек каталась. Ну, когда были границы открыты. То есть у меня такая биография-то большая. Каждому свое. Кто-то в Дубае любит. Дома. Дома, может быть, в Питер съезжу. Вот, да. Ну, или, может, поеду на Сигнал. А может, нет. Вот, все. А вы где планируете? Я планирую работать. Я тоже, наверное. На части. Все, да? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Я только с отдыха, поэтому, наверное, летом я буду отдыхать в Москве. Откуда приехали, если не секрет? Дубай, Шри-Ланка, Турция. Ну, в общем, последние шесть месяцев где-то так. Не знаю. Не люблю. Самолетов боюсь. Он не раз берет. Мне кажется, я уже объездила пол-России и весь Крым. И у нас очень классно. Вот. Ну, а где комфортнее, где лучше, где больше эмоций было? Где больше эмоций было? Бахчисарай. Я в него влюбилась. Но, опять же, это, наверное, на моем эмоциональном. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Где этого будет? Мария Чуприна, YouTube вопросы проводим. А, YouTube, да. Я как раз есть в YouTube. У меня 5000 подписчиков. Круто. Да, смотрите меня. Я буду на ваши вопросы отвечать. Никуда. Почему? Потому что в этом году не получается. С чем? С сына отправлю, а сам пока дома останусь. А сын куда поедет, если не секрет? Ну, в Краснодарский район хотел. Там отдохнуть. Он уже там был в том году. И собирается еще раз. Ну, не знаю, поедет, не поедет. А если вспоминать отдых предыдущих лет, то где больше всего понравилось? Вам? Ну, я вообще-то на Украину ездил. В Ивано-Франковской области был. Там хорошо, тихо, спокойно. Пруд, речка, рыбалка. Так что это было, правда, давно. Сейчас не до отдыха. Старый стал ездить, некуда. Ну, сами понимаете, с деньгами на пенчу особо не поездишь. А куда хотелось бы вот так вот? Вот если бы финансовые возможности позволяли, например, не было бы ограничений? А бы в Египет или в Турцию сгонять. А вообще были там? Нет, не было. Вот мечта, но она, думаю, наверное, уже поздно. Ну, дай бог, почему? Никогда не поздно. Ну, может, и сбудется, не знаю. Да, никогда не поздно. Спасибо большое. И вам. Спасибо. Ну, где-то в России, скорее всего. С чем связан выбор такой? Потому что я была только в Санкт-Петербурге и в Волгограде. Вот. И мне хочется узнать побольше городов России. Хотелось бы, наверное, посетить все-таки Кипр, Испанию. Вот. Но в первую очередь, наверное, все-таки в город России хочется узнать. Спасибо большое. Спасибо, Эстаня. Вот, смотрите, девушка. Вот, что я ее... Так, сейчас. Вот, Линда Джо. Ага, Линда Джо. И опять 13. Да, Линда Джо, только Ж, как Ж. Да, 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 вижу. Ну, ладно, спасибо, Эстаня, хорошего дня. Отпишусь на вас, и вам. О, кошечка пропала. На станции метро Войковская пропал черно-белый кот с розинкой на носу. Значит, вот, надо номер показать. Я очень надеюсь, что он найдется, этот малыш. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...